Друзья, привет всем! В этом небольшом уроке я расскажу вам о том, как можно отделять изображение от фона с помощью новых инструментов программы Photoshop CS5 и поработаем с несколькими типами изображений. Мы начнем с этого голубя, с белого голубя на темном фоне, открываем его двойным кликом из программы Adobe Bridge, и выбрав инструмент волшебная палочка, мы щелкнем по фону, выделим фон, далее Select Inverse, инвертируем выделение, снова Select Refine Age. В этом диалоговом окне выбираем инструмент Age Detection и изменяя размер кисти, какой нам необходимо, мы проходимся этим инструментом по краю по краю объекта и с помощью него помогаем программе более точно определить, где у нас происходит смешивание изображения с фоном. В данном случае голубь у нас сфотографирован в полете, то есть у него крылья и часть допустим хвоста размазываются под эффектом Motion Blur, то есть смаз движения и в этих местах просвечивает фон. С помощью инструмента Age Detection мы можем помочь программе определить более правильно, где находятся вот эти вот смазанные Motion Blur мы выбираем края и здесь отмечаем New Layer with Layer Mask жмем ОК и у нас создается копия основного слоя с маской слоя удаляем основной слой и добавляем Solid Color сплошной цвет допустим вот такого цвета и помещаем его ниже, чтобы наш голубь выглядел на каком-то другом фоне, отличном от основного. Смотрите, тут остаются темные области которые остались от предыдущего фона чтобы от них избавиться мы наш основной фон переименуем назовем его Normal зажав клавишу Alt создадим копию, перетащим его ниже и нижнюю копию Screen для всех светлых объектов то есть, допустим, белый голубь, белые волосы которые вы вырезаете, например из фона нужно выставлять вот такой вот режим наложения Screen в данном случае Screen теперь, что мы делаем дальше слой Normal мы перетаскиваем на иконку создания новой группы, помещаем его в новую группу и затем, зажав клавишу Alt копируем от слоя на него маску смотрите, какой результат у нас появляется теперь края крыльев смешиваются с фоном более корректно теперь, группируем все вот эти три слоя в отдельную группу и назовем его, допустим Dove можно поместить в программу какой-нибудь фон, например, это будет небо жмем Enter опускаем ниже и теперь у нас голубь летит на фоне вот такого неба следующим примером мы возьмем вот такую вот девушку на хромакее меню Select Color Range и выберем здесь зеленый фон и с помощью параметров Fusiness мы можем определить точность определения цвета жмем ОК и создаем вот такое выделение далее меню Select Inverse Select и снова команда Refine Age также с помощью инструмента Refine Age пройдемся по краям изображения и поможем программе определить где у нас находятся волосы и в этом случае как вы можете заметить волосы смешиваются с фоном и приобретает несколько зеленоватый оттенок потому что он перенимается у нее от хромакея чтобы избавиться от такого нежелательного эффекта существует функция в разделе Output выставляем вот эту галочку и параметром Amount мы можем наблюдая как изменяется фон вы можете сделать назад можно сделать вперед и волосы приобретают уже свой цвет также выставляем Output New Layer with Layer Mask жмем ОК добавляем Solid Color другого цвета отличного от зеленого и перемещаем его ниже можно сказать маска готова для быстрого создания таких масок инструмент Refine Age идеально подходит далее вы можете воспользоваться какими-то другими инструментами для доводки маски но иногда этого инструмента вполне достаточно и маски создаются чрезвычайно быстро теперь рассмотрим пример когда у нас девушка например имеет темные волосы на светлом фоне открываем ее в программе Adobe Photoshop и с помощью инструмента лассо создаем вот такое грубое выделение вокруг нее и меню Select Refine Age то же самое с помощью инструмента Refine Age помогаем программе определить где находятся волосы и стараемся создать точное выделение таким образом что программа определила где у нас находятся волосы и так у меня получился вот такой результат выбираем здесь New Layer with Layer Mask и жмем ОК также создаем Solid Color и окрашиваем какой-нибудь цвет жмем ОК перетаскиваем ниже вот такой у нас получился результат работая с инструментом Refine Age мы можем столкнуться с определенными сложностями когда необходимо вырезать скажем так волосы у девушки внутри вот скажем замкнутых таких объектов в таких случаях у меня существует свой метод я создаю копию какого-либо из каналов например это будет канал Blue создадим его копию и далее меню Image Adjustments Levels и здесь поднимаем контраст вот этого канала жмем ОК далее с контролом кликаем по изображению канала загружаем его как выделение переключаемся на канал RGB переключаемся на палитру слоев переходим на маску и жмем сочетание клавиш Ctrl H скрываем выделение берем кисть и выбираем черный цвет переднего плана и начинаем здесь наносить темный цвет на маску у нас получается вот такой вот вот такой результат далее Ctrl H снова Ctrl D скрываем выделение у нас получается вот такая вот картина если мы фон сделаем еще темнее у нас вокруг волос получается вот такой светлый ореол это типичный результат отделения изображения от фона тогда когда у нас волосы темные поэтому существует несколько методик как избавиться от такого эффекта моя методика заключается в том что нужно также переименуем слой Normal возьмем с зажатой клавишей Alt создадим новую копию и нижнюю копию назовем Mult потому что у нас этот слой будет с режимом наложения Multiply теперь так же слой Normal перетаскиваем на иконку создания новой группы и маску этого слоя копируем на маску в качестве маски группы у нас получается вот такой результат меняем цвет фона и смотрите что у нас получается теперь больше похоже на правду вот таким образом друзья можно отделять изображение от фона с помощью новых функций программы Cinema 4 вот таким образом друзья можно отделять изображение от фона с помощью новых функций программы Adobe Photoshop CS5 всем спасибо за внимание до свидания до свидания